Ого, что это? Почти второй подряд ролик про Зет-Натьё. Да что ж случилось в российской армии? На самом деле всё просто. Дело в том, что из-за прихода нового министра обороны у Зет-блогеров, у части из них, по крайней мере, появилось ощущение, что, ну, можно попробовать хотя бы покритиковать российскую армию, ну, пока министр обороны не взялся за информационную политику, не пересажал их всех на бутылки, и вообще не сказал им всем, что надо завалить рты. И, собственно, поэтому они пишут довольно активно, особенно учитывая, что почва благодатная, сразу два удара по крымскому аэродрому Бельбек. Это я ещё не беру сегодняшний, ну, точнее, в минувшую ночь удары по Новороссийску и по другим территориям, где тоже всё успешно поприлетало, но сегодня поговорим именно про удар по аэродрому Бельбек и реакцию Зет-блогеров на него, потому что, ну, люди заламывают руки, плачут, втянают и говорят, что, о боже, ну почему, почему до сих пор нет укрытия, о боже, это же какое-то предательство, измена трусости, обман. В общем, сегодня с вами возреем первоклассное, качественное, свежее, с пылу, с жару Зет-натьё, посвящённое этим ударам. Поддержать ролик вы можете вашим лайком, комментарием и подпиской на канал, на финансовый канал, я думаю, тоже вы помните, можно поддержать на Патреоне, ссылка на него будет в описании. Для начала, что вообще произошло? В СУ дважды ударили по аэродрому Бельбек. Во время первого удара вынесли систему ПВО, во время второго уничтожили как минимум три истребителя и повредили ещё один. Расследователь Кристиан Триберт из New York Times опубликовал новые спутниковые снимки аэродрома Бельбек в аннексированном России и Крыму после украинской атаки ракетами от АКМС. Два МиГ-31 и один Су-27 были полностью уничтожены, а МиГ-29 повреждён. Также был уничтожен топливный склад рядом с основной взлётно-посадочной полосой. Обломки продолжают гореть, пишет Триберт. К такому же выводу пришёл и редактор информационной службы радио «Свобода», очень хороший осинтро-следователь Марк Крутов, проанализировав спутниковые снимки до удара и после. Судя по всему, уничтожено как минимум несколько МиГ-31 плюс склад топлива, сообщил он. Ну, то есть это один из самых успешных ударов, наверное, по российским аэродромам, в том числе на оккупированных территориях, за последнее время. АТКМС очень хорошо себя показали. Судя по количеству их применения, это довольно большое количество снарядов, которые было передано на Украине. Также появились фотографии уничтоженных систем ПВО, противовоздушной обороны, как раз во время первого удара, то есть две ночи подряд были эти удары, и вот во время первого были повреждены в основном систем ПВО. И знаете что? Ну, правильно, Министерство обороны, которое возглавляет Белоусов, которое сказал, что можно ошибаться, нельзя врать, заявило, что всё успешно сбило. Все АТКМСы были уничтожены, никаких повреждений нет. Даже зет-пропагандисты, которые сначала сильно радовались, вот, например, что зет-пропагандист Кирилл Фёдоров писал в ночь 14 на 15, «Если кратко, украинцы снова обосрались, хуякомсы не смогли, слава ВКС и ПВО, ПС, гайковёрки, купленные за народные деньги, уже закручивают МПК к фабам», — говорит Кирилл Фёдоров. Затем, правда, пост пришлось снести. Через некоторое время опубликовал новый, которым уже писал совершенно другое. 15 мая он пишет по поводу ночных атак от АТКМС по Бельбеку, то информация, поступившая ко мне ночью, была, скажем так, слишком оптимистичной. Кассетная боевая часть АТКМС идеально подходит для ударов по космической дорогой авиации, для которой в армии Лаоса не предусмотрено ЖБУ. В УКС России, понятно, всё иначе, потому потерь нет официально, твёрдо и чётко. Постоянные зрители моих эфиров, думаю, в курсе о том, что все эти удары я предсказывал ещё в конце лета 23-го года, в том числе и на федеральных СМИ. «Потому либо технику выводить, либо ЖБУ плюс ПВО. И нового адекватного пути для авиации Луганска, Бердянска, Бельбека, Джанкуэ я не вижу. Ошибаться можно, врать нельзя», — цитирует он министра обороны Российской Федерации, правда, не уточняет даже, что это Белоусов. Ну, видимо, доверие к Белоусову довольно быстро обвалилось. Ну, на самом деле, за последние несколько дней Белоусов прошёл все тесты, связанные с враньём Министерства обороны, то есть он взял Работина, что не соответствует действительности, абсолютно наглый пиздёж, на что указали Z-каналы. Он рассказал, ну, точнее, Министерство обороны при нём рассказал, что сбили все от КМС, и вот минувшей ночью Министерство обороны рассказал, что сбили все беспилотники. И то, и другое, и третье — это всё враньё. Поэтому при Белоусове, естественно, ничего не поменялось и не поменяется. Вы скажете, «Майкл, ну, может быть, ему надо дать время?» «Да сколько времени?» «Не давай, слушайте, информационная политика, она довольно быстро определяется, и вот мог сейчас выйти Белоусу и сказать, знаете, я увидел снимки из космоса, всё херово, строим ЖБУ». И тогда бы все эти Z-военкоры пописывали кипятком. Но нет, ничего не поменялось. Слушайте, я же много раз говорил, что в лучшем случае при приходе Белоусова станет никак, ну, то есть так же, как и было херово при Шойгу, в лучшем случае, в худшем. Там всё перехерачит сейчас сверху донизу, и в итоге российская армия станет ещё слабее. Но давайте продолжим с Z-каналами, которые довольно активно высказывались по поводу вот этих прилётов. Продолжим тем же Кириллом Фёдором, который пишет, «А вот на таком расстоянии друг от друга подрываются все 950 или 300 суббойприпасов М-74 из поста выше, находящихся в ракете от АКМС. Каждый по весу примерно равен ручной гранате F-1». Набельбек, по данным Украины, прошлой ночью ударило 10 ракет с 3000 или 9500 суббойприпасов. ПВО очень старалась. И, безусловно, всё сбили. Иначе быть не могло, иронизирует он. Фото выше сделано, конечно же, на старом аэродроме США, где проходили самые мирные испытания этих ракет. А прислал мне её, конечно же, подписчик из Америки. Никакого отношения к СВО, Бельбеку она не имеет. Точно вам говорю. Просто давайте, ну, на всякий построим ЖБУ. Дальше вступают два майора. «Сколько куда чего долетело в Крыму прошлой ночью, пока сказать трудно», писали они вчера. Да и не стоит это делать. Но на фото товарища Фёдорова действительно следует обратить внимание, дабы у всех ответственных лиц было понимание, как действуют кассетные боеприпасы от АКМС. Их дальность — 300 километров этих ракет. Укрытия для самолётов нужны, хотя бы чтобы скрывать их от взора американских спутников, БПЛА и агентов-физуальщиков вражеской разведки. К сожалению, не только из интернета враг узнаёт о расположении самолётов и результатах ударов, но истерика в телеге касаемо балбесов, снимающих результаты поражения наших объектов, зачастую создаёт ложное впечатление у несведущих в разведке и контрразведке должностных лиц. Возвращаясь к вопросу укрытий, посмеем предположить, что лизобетонное укрытие точно уменьшит урон от кассетного боеприпаса. Вот что пишет белорусский силовик. Подтвердили, что ночная атака на Крым была комбинированной. Использовали ракеты БПЛА и МБЭКи. Опять летели от АКМС по Бельбеку. Украинцы бьют по складам, ГСМ и нефтебазам, причём не первый день. Повод как бы задуматься, пишет он. Чего там задумываться, ребята? Не надо ни о чём задумываться. Не рефлексируйте, распространяйте. Рассказывайте, что всё сбито, всё под контролем и всё очень хорошо. Живов Зет пишет. Сегодня все обсуждают удары по аэродрому Бельбек этой ночью били первоклассными западными ракетами от АКМС. Только вот знаете, это уже я от себя добавлю. Всё время и вот что-то их качает. То первоклассное западное оружие, то рухлядь ненужное. То есть, ну как бы определитесь уже, дорогие друзья. Пора бы уже как-то принять решение, это всё-таки рухлядь или всё-таки первоклассные западные ракеты. В сети есть видео результатов ударов, пишет Живов. Из-за чего рыбарь весь день сокрушается, что не всех видеолюбителей ещё посадили. Как будто удар по аэродрому случился из-за любителей снимать зареву пожарищ, да и сами пожарища в вина народных папарацци. Уважаемый рыбарь, даже если вы посадите всех любителей снимать пожары и прилёты, над Крымом кружат десятки натовских беспилотников и спутников, которые за два с половиной года так никто сбивать не научился. Из-за чего удары по Крыму всегда очень точны и опасны. Если бы не вышло видео по Бельбеку, уже к обеду сегодняшнего дня противник опубликовал бы спутниковые фото результатов поражения или фото с тех самых разведывательных БПЛА. Но лично меня во всей этой истории интересует другой вопрос, начнут ли когда-нибудь строить бетонные укрытия для самолётов, или это за пределами наших технических возможностей. Может быть, строительство бетонных укрытий дороже, чем потеря Су-34 или МиГ-31? Очень надеюсь, что с приходом Белоусов в этом отношении что-то начнёт меняться. Ребята, Белоусов уже пришёл, ничего не поменялось и не поменяется. Арджакей добавляет, «Ночью по аэродрому Бельбек в Крыму был нанесён удар с помощью ракеты АТКМС. Официально всё сбили. В течение прошедшей ночи прищён ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет АТКМС. Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь». Но карта пожаров перестаёт цитировать официальные Минобороны, этот канал и видео очевидцев намекают, что это не совсем так. Также файтер-бомбер пожелал здоровья погибшим, а у него такая информация всегда точная. И дальше можно было бы сомневаться, что никуда не попали и горит камыш, однако участники, видимо, тушения последствий перелёта сделали фото и выложили их в интернет. Сбили, очевидно, не всё. В среднем результативность ударов АТКМС выходит очень высокой. Джанкой, Бельбек, постоянные потери установок ПВО. Почему-то российское командование до сих пор не смогло адаптироваться к современным условиям войны и редко меняет позиции, не учитывая пролёты западных спутников, а также продолжает держать комплексы скучно. Видите там? Пусковая установка на заднем фоне. Дальше пишет один из самых тупых зэц-блогеров Александр Картавых. «МИГ-31 стоит 30 миллионов долларов. Охуенный лакшери ангар на 3-4 самолёта стоит полмиллиона долларов. Постройте ангар, ёбаный род от ва казино». Причём неважно, на самом деле, какой самолёт там уничтожили. Самолётов дешевле ангаров не бывает в принципе, потому что ангар это достаточно примитивно, а самолёт это высокотехнологичная вундервафля. Хотя, может, в этом проблема? Военные просто не одупляют, что если ангар больше, то это не значит, что он дороже. Военные, не тупите! Ангар не может летать и скидывать фабы с УМПК на головы недругов, поэтому он так-то, считай, вообще ничего не стоит относительно самолётов. Ну, насчёт голов недругов тут можно, конечно, ещё подискутировать, потому что часто почему-то головами недругов оказываются головы жителей Белгорода. И совсем недавно, предположительно, именно российский ФАП уничтожил дом в Белгороде. Ну, а регулярные исходы боеприпасов стали уже обыденным явлением. Так что поаккуратней со своими характеристиками. Осведомитель пишет. Противник публикует спутниковые снимки в высоком разрешении и последствий ракетных ударов МГМ-140 от АКМС по авиабазе Бельбек в Крыму 16 мая. В результате атаки были полностью уничтожены 2 МИГ-31 и 1 СУ-27. Также повреждение получил МИГ-29. Стоит ли говорить, что имевшиеся бы даже самые простые навесы, если бы не спасли борта, то заметно снизили бы урон, поскольку в СУ использовали кассетное АКМС, большинство кассетных боеприпасов М-74, которые бы разорвались бы об крыше навесов. Но навесов как не было, так и нет. У нас свой путь. На самом деле, непробиваемости, ответственных за это больших генералов, стоит даже позавидовать, их не смогли переубедить ни прилеты по авиабазе САКе летом 22-го с потерей бортов, ни постоянные беспилотные попытки атаковать авиабазы, ни поставки в СУ дальнобойных ракет. Уверены, что и эти ракетные удары ни к чему не приведут. Все-таки люди из принципа не хотят ничего менять, да и авиация дешевле навесов. Файтер-бомбер немножко открывает глаза, в том числе своим Z-коллегам, давая им понять, что даже навесы никого не спасут. Вот его большой пост про Бельбек и вообще защиту авиации. В принципе, пишет Файтер-бомбер, Бельбек – неплохой аэродром. Был лет эдак 60 назад. Ну и сегодня, в отличие от большинства аэродромов, на нем есть обвалование, не знаю, как правильно это слово произносится, извините меня, разнесенные стоянки, личный состав размещается не в палатках в поле. По нынешним меркам топовый аэродром. Собственно, именно поэтому по Бельбеку и лупили кассетами. Теперь про Лаос. Сейчас именно кассетные боеприпасы под Лаосом подразумевают российскую армию для того, чтобы не залететь на статью о дискредитации, хотя захотят вас спасать. Но вы же знаете это. Вы же знаете, каждый из вас знает. Я вам как человек, которого приговорили к 11 годам лишения свободы. Говорю, что, ребята, закон либо работает для всех одинаково, либо не работает вообще. Любого из вас в любой момент времени посадить на бутылку тот самый хвалимый вами Белоус. Вы это знаете прекрасно, я это знаю прекрасно. Поэтому не зарывайтесь, дорогие подонки и фашисты. Пишите, какой хороший Белоусов, как все сбивают. Вот это вот все пишите, а то скоро и за вами придут. И вы, в отличие от меня, реально сядете. Именно кассетные боеприпасы предназначены для работы по легкобронированной технике и живой силе. Ну, то есть самолеты, РЛС, пусковые установки, ЗРК, незакупанные бочки в ГСМ, это прям под них. Помогли бы здесь легкие ангары, навесы, нарисованные самолеты, покрышки, обоссанные матрасы? Конечно нет. Эффект был бы точно такой же, если не хуже. Например, станция РЛС и пусковые установки ЗРК тут не спасло бы ничего, ну, кроме систематического перебазирования хотя бы в пределах аэродрома на заранее подготовленные, считай, обвалованные и закрытые габионами позиции. Самолеты тут спасли бы только ЖБУ. Причем закрытые ЖБУ. То есть многотонные створки ворот должны были быть, иначе толку от них было бы немного больше покрышек. ЖБУ стоят ахулиарды. Прям вот придумайте большую цифру и смело умножьте ее на 10. Строятся они не просто долго, а очень долго. Есть мнение, что строить их мы разучились. Во всяком случае, ни одного нового ЖБУ под самолет лично я за крайние 50 лет не видел. Старые подсовременные самолеты не подходят по размерам, плюс у них вышли сто раз сроки эксплуатации. Но тем аэродромам, где ЖБУ-укрытие не успели распиздить, зачеркнуто, реформировать очень повезло. И они используются под самые различные цели, и нами, и украинцами. Если что, они держат прямое попадание бомбы калибром до 250 кг, поэтому лично я надеялся на быструю постройку легких укрытий, что построит хотя бы их. Они нормально и маскируют, и защищают от БПЛА. Тем более, после того, как пехота оценила новенькие укрытия в Артеке, деньжища на такие укрытия были выделены. Собственно, как и на заборы вокруг военных аэродромов. Поэтому я внимательно смотрел на то, когда появятся заборы вокруг военных аэродромов. Не заборы с сигнализацией, минами, автоматическими турелями с тепловизорами сверху. Я заборя из столбов и колючки. Где-то после них, теоретически... Естественно, украинцы о состоянии аэродромов Лаоса прекрасно осведомлены. Лупят их только в путь, там, где могут и чем есть. Потери летательных аппаратов на Земле в Лаосе многократно превышают потери от нашего и от вражеского ПВО вместе взятого. Никакая промышленность не осилит компенсировать потери самолетов и вертолетов, если она будет теряться в таких объемах и темпах. Очевидно, что сбивать современную баллистику мы пока или не умеем вовсе, или сбиваем случайно. Разумеется, это временно, но это временно надо осознать и принять уже позавчера, и сделать соответствующие выводы. Они простые. Первое. Рассредоточить тактическую армейскую авиацию за пределы радиуса поражения баллистических ракет. Второе. Параллельно строить и легкие укрытия ЖБУ на приграничных аэродромах. На всех военных аэродромах начать строительство легких укрытий. Третье. Научиться сбивать баллистику. Четвертое. Поставить комплексы и расчеты, которые умеют сбивать баллистику на аэродромы, ВМБ и другие стратегические объекты. Пятое. На аэродромах в радиусе поражения баллистика оставить по звену рабочих самолетов с двойными экипажами плюс резерв. Шестое. Выдать современные аптечки и обучить ими пользоваться каждому военнослужащему, выполняющему служебные обязанности в принудительном порядке, заключает Файтер Бондер. Насколько реализуемы его планы, можете решать сами. Я думаю, что особо в это, конечно, никто не верит. Ну и напоминаю, что несмотря на то, что действительно Украина эффективно получается ударять по российским тылам, в том числе на оккупированных территориях, на линии фронта ситуация все еще тяжелая. Украине нужна помощь. Нужна помощь в том числе различным украинским подразделениям. Мы с вами за эту неделю уже неплохо так пособирали. И на прошлый сбор 1200 собрали гривен. И вот там в Телеграме тоже помогали собирать. Ну, в общем, давайте продолжим собирать для 93-й бригады. Значит, на детали для дронов. Там уже сколько? 300 тысяч гривен, по-моему, из 700 собрано. Но они не будут ждать, пока там будет собрано все. Они вот частично там попадают. Они продолжают собирать эти дроны. Поэтому поддерживайте. Давайте поможем. Закрытим сбор хотя бы вот до конца мая попробуем. Да, и потому что дроны сейчас очень сильно влияют на линию фронта для уничтожения пехоты и для уничтожения, значит, танков. Это все действительно имеет значение. И поддерживать тех, на кого напали, поддерживать тех, кто защищает свою родину, свою землю, своих родных и близких от агрессоров, от оккупантов, от фашистов. Это, мне кажется, моральный долг каждого приличного человека. Я поддерживаю, вы поддерживаете. Давайте поддерживать все вместе. Только если вы не из России. Если вы из России, не надо. Поддерживайте как-нибудь иначе, потому что для вас слишком высокие риски. Вот, поэтому ссылка в описании, QR-код на экране. Пожалуйста, присоединяйтесь сейчас сами. Видите, довольно тяжелая ситуация на фронте, которая, я думаю, что через месяц-два стабилизируется. Но, тем не менее, сейчас наша с вами помощь особенно нужна. Я, со своей стороны, буду десант тоже больше закидывать и буду выпускать больше Z-натья, потому что именно под этой рубрикой мы с вами собираем, так как это выглядит максимально органично. Ну, а теперь перейдем дальше к нытью наших неуважаемых Z-блогеров. Старший Эда пишет. Удивительно, в Бельбеке есть крытая парковка для VIP-ов. Видимо, Тимур Иванов в свое время решил, что постройка данного типа сооружения гораздо важнее, чем укрытие для боевых самолетов. Ну еще бы, в VIP-укрытиях можно поставить свой дорогой автомобиль, а заодно попить шампанского с блядями. Военным же ангары не нужны. Блогеры, которые про них пишут, ничего не понимают и дискредитируют. Очень надеюсь, что новый министр обороны в кратчайшие сроки исправит долбоебизм, состоящим под открытым небом боевыми самолетами. Кстати, из тех подонков, кто защищал сволоту и писал, что укрытия не нужны, тоже бы не мешало проверить соответствующим образом. Может быть, они не просто жопу начальству вылизывали, а напрямую работали на врага. Телеграм-канал Росгвардеец пишет, там украинцы снова атаковали один из наших аэродромов на юге, ну и, конечно же, в сети появились кадры, которые сняли пожарные. С одной стороны, они виноваты, можно сказать, работают в режиме объективного контроля для украинцев, снимают факты подтверждения ударов и их результаты. Почему до сих пор с ними не проведена беседа в жесткой форме, непонятно. А с другой стороны, кто-нибудь ответственному за эти аэродромы может задать вопрос, какого хуя, почему у нас до сих пор не построены ангары для защиты самолетов? В чем проблема их построить? Я вот вообще не понимаю, логики удары есть, ангаров нет. У нас, может, авиации много? Что мы позволяем украинцам причинять ущерб? Вот не понимаю все тут. Китайцы бы уже бункеры нарыли, а мы-то чем хуже? Опять одни вопросы. Видимо, кто-то устал сидеть на своем месте и думает о пенсии или бабки считает. Надо бы проверить, там ведомство это, может, еще пару-тройку человек придется посадить. Формулирует свои вопросы и задканал Рамзарь. Начавшиеся массированные удары по Крыму, полученные из США в рамках нового пакета финансирования ракетами АТКМС, заставляют задавать очень неудобные вопросы командованию российских ВКС. Как получилось, что спустя 27 месяцев после начала войны военные аэродромы и позиции СВО в Крыму никак не подготовлены в инженерном отношении? Почему на территории, которые даже западные кураторы ВСУ считают законной целью для воздушных ударов, не были возведены защитные сооружения для боевой техники и складов? Еще два года назад наши инженеры предлагали к производству защитные ангары для самолетов и сборных стальных элементов, которые снаружи усиливали землей или габионами и надежно прикрывали авиационную технику от основных СВП. Но ни одного такого ангара так и не было построено. За это же время на земле от средств воздушного поражения мы теряли столько авиатехники, что стоимость ее многократно превысила стоимость капитальных железобетонных укрытий для самолетов во всей европейской части России. Почему этого не было сделано? Почему спустя 27 месяцев после начала СВО наши ЗРК все так же стоят на открытых пространствах и не прикрыты даже обычными габионами? Не говоря уже о противоосколочных завесах. Почему до сих пор в Крыму используются склады с открытым хранением на грунте техники вооружения боеприпасов и ГСМ? Мы с прошлой осени предупреждаем о том, что СОУ сосредоточит все силы на складах Крыма, на атаках Крыма. Объясняем, что для Киева закошмаривание Крыма – это едва ли не единственный способ демократизации своих успехов. И очень горько видеть, что командование ВКС отнеслось к этой угрозе спустя рукава. Добавляю два майора об авиации, флоте и анонизме. Вот товарищ Рамзай, совсем не склонный к ажиотации, алармизму и хайпу, рассуждает над проблемой, отчего же не очень много укрытий для самолетов на 27-й месяц войны. Наверное, потому что у нас все еще приказы мирного времени. И никто нахрен старое говно, которое еще во многом определено приказами нищих 90-х, не думает отменять. А вот взять авиацию – самолетов меньше, чем пехота. Это сложнейшая техника отсюда, высочайшие требования к безопасности во всех видах. Ну, допустим, местный начальник определит из говна и палок построить холобуду укрытия маскировочной ангары. А потом его трахнут безопасники, особисты и проверка их Москвы. А если рядом с этим своевольным ангаром пострадает самолет, то ангар привлечет внимание и станет причиной прилета. И похерам, сколько подобные ангары спасли до этого самолета. Та же хрень с кораблями. Ну, не имеет права по бумагам. Без приказа, равистов, особистов, адмиралов, строгих указаний, командир корабля приманстрячить пулеметы и аки декабра заморски выполнять задачи. Или расстрелять больше БК на учебных стрельбах с них. Про FPV-дроны вообще молчим. Это по факту непроверенная на предмет вражеских электронных закладок техника и самодельное взрывное устройство в одном. Еще и хрен победи, как ее применять в условиях моря, рэп и разных излучений. Испытывать надо. А если товарищ матрос, штаты, несовременные и надо менять, на корабле в процессе сбора заряда не туда тыкнет в FPV и он обонет, то тут сразу командир корабля подойдет в тюрягу. Даже если предположить, что до этого стамбэк он поразит дронами. Флот и авиация дорогие штучные вещи. Это в поле народу много, проверки не доезжают, вдруг прилетит. И бойцы в блиндажах воевают разные штуки и на украинцах тут же испытывают. А на флоте и в авиации так нельзя, по приказам получается. Потому что многие ответственные за направление деятельности войск штабной офицеры сидят и дрочат вместо того, чтобы думать о способах достижения победы, а не о строгом выполнении сраных бумажек, написанных в мирные нищие 90-е, по образцу еще советских, когда о дронах только у стругацких читали. Хватит дрочить, товарищи офицеры. Побеждать будем? Сдаются они вопросом. Рамзай продолжает. Собственно, мы все сказали еще вчера, пишут они в своем паблике, но вот фото, выложенные в сеть противникам, результат удара по аэродрому Бельбек. Тут уже голову в песок не спрячешь. Публикуем для наглядности того, как делать нельзя. Стоянки, не оборудованные защитными сооружениями, линейка самолетов. Что-то подобное гитлеровцы публиковали в июне 41-го года. Тогда в ВВС РККА командование тоже не спешило заниматься маскировкой и укрытием авиатехники. Тогда война за считанные недели научила маскироваться и укрывать самолеты. Сегодня с начала войны прошло уже 27 месяцев, а нас кроют как РККА в июне 41-го. Пора бы уже и выводы было сделать. Очевидно, что необходимо менять штаты батальонов аэродромного обеспечения с мирных на военные. Нужны инженерно-саперные работы, которые будут в режиме нон-стоп заниматься инженерным оборудованием аэродромов и маскировкой. И все это нужно было уже даже не вчера, а месяцы назад. А теперь противник в ежедневном режиме запускает десятки и сотни дронов по объектам в Крыму, бьет сверхзвуковыми ОТРК. Свою первую задачу выдавить флот из Крыма ВСУ практически решили еще в прошлом году. Теперь, похоже, они занимаются выдавливанием из него нашей авиации. А заодно и уничтожением его энергетики. Цели врага понятны. Хотелось бы видеть нашу готовность этому успешно противостоять. Похоже, что у флота, наконец, начало получаться с надводными бэками. Теперь дело за ВКС. Что там у флота начало получаться с бэками, я не до конца понял, честно говоря. Но, видимо, речь идет про уничтожение нескольких бэков, о которых заявила российская сторона. Опять же, заявила. Вот тоже отдельно поражает, что вот эти вот все Z-блогеры, что некоторые мои коллеги по различным независимым медиа очень любят приводить официальную информацию и быть недовольными ей. Ну, то есть, вот смотрите, вы Z-канал, Z-вейн-кор, Z-вейн-блогер. И вот, значит, вы постоянно пишете о том, что нельзя врать в докладах, это ужасно, это делает нас слабее, это иры-пыры-восемь дыры. Так почему вы сами продолжаете врать-то все время в каждом посте? Ну, ответ у меня, конечно, есть, потому что все это продажное абсолютно Z-говно, которое за бабки, которого распространять любую херню. Но, конечно, иногда у них внутри свербит, и они хотят вот поделиться, не знаю, своими опасениями. Сейчас им кажется, что пришел Белоусов, и их быстро прессовать не начнут. Но это большая ошибка. Прессовать их начнут довольно быстро, а пришедший Белоусов, безусловно, не то что не решит проблем, которые существуют у российской армии, а усугубит их, пытаясь провести некую реформу и оптимизацию. Ну, а с вами был Майкл Наки, надеюсь, выпуск вам понравился. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал. Ну, а также не забывайте поддерживать мой канал на Патреоне, ссылка в описании. И сборы, которые мы тут с вами периодически проводим, выкладываем и собираем, что самое важное, что помогает украинским защитникам с меньшими потерями защищать свою страну, свою родину, Украину. А с вами был Майкл Наки, до скорых встреч, всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok